Привет, дорогие друзья и гости моего канала Цветочный сад у Аленушки Тема сегодняшнего видео пойдет о нескольких ранних цветочках, которые цветут у нас с начала мая И в зависимости от сорта продолжают дальше цвести весь май Такие цветы, как нарциссы, гиацинты, мускари И вашему вниманию будет сегодня обзор нескольких видов, которые есть у меня в саду Ранних весенних цветов Начну я с нарцисса Нарцисс является представителем класса самых ранних весенних цветов Науке нашей известно примерно около различных видов 60 номинований Растение является многолетним и имеет очень много оттенков и видов То есть разновидностей у нарциссов очень много В данный момент существует свыше 30 тысяч всевозможных сортов нарциссов И каждый сорт делится на подразделения У меня в саду есть трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые, махровые и другие виды нарциссов То есть их много Конечно, хотелось бы иметь все виды в своем саду Но я постепенно покупаю каждый год новые сорта и украшаю ими свой сад Высаживаю в открытый грунт Но в этом году я пробовала посадить тюльпана в кашпо и закопать, то есть горшки закапывать в грунте А потом весной я достала горшки, поставила в корзину и смотрится это очень красиво Но поняла, что можно сажать таким способом и все раннецветущие растения, в том числе и нарциссы Видовых тоже много Входит в один из самых древних видов Включают в себя в основном дикорастущие экземпляры Выращивать нарциссы очень легко Процесс роста происходит из луковицы Высаживаю я на глубину трех луковиц Чтобы добиться более пышного цветения Надо высаживать их на солнечную сторону Грунт у растения непривередливый Единственным требованием является хорошая водопроницаемость Это связано с тем, что нарциссы очень любят влагу Но стоит учесть, что они не переносят водного застоя Он провоцирует возникновение гнили, которое уже неизлечимо Размножается это растение путем луковиц То есть детками От основной луковицы нарастают детки Их можно отделять И через год у вас будет полноценное цветение Как и предыдущего вида Наиболее подходящим сроком, временем для посадки Является, конечно, конец лета, начало осени Кто-то меряет размером трех луковиц Как и я делаю Но в основном, если придерживаться глубины То это примерно не менее 10 сантиметров Ну и, конечно, если мы делаем какие-то групповые посадки То расстояние между луковицами желательно около 15 сантиметров Уход также не составит особого труда Единственная особенность Повышенный интерес к влажности почвы Как я и сказала Пропалываю вокруг траву И в основном Первая подкормка Если вы хотите, чтобы хорошо кусты росли Можно внести азотное удобрение Когда начинается цветение Ботанизация Мы вносим фосфорно-калийное удобрение И тогда от таких подкормок Наши цветы только будут цвести Дольше Благоухать И цветение будет более-более пышное Не спешу я всегда Когда отцвел цветочек Я не спешу срезать куст Я это делаю, когда уже листья начинают подсыхать То есть в это время цветение прошло И тогда луковица начинает созревать к зимовке Только после этого, когда листья подсохли Я обрезаю такая луковица внутри Уже она готова к тому, чтобы перезимовать Вот такой уход за нарциссами И выращивание, которое не составит никакого труда Но зато этот цветок будет только украшать ваш участок Ваш сад Ну а теперь хочу показать вам свои гиацинты Хотя их уже показывала На разных участках разное время цветения Изначально цвели гиацинты, которые я высаживала года 3-4 назад Но не было такого цветения, допустим, как на этих гиацинтах Здесь цветонос набит Близко к друг другу расположены Вот эти цветочки И получается, что он туго цветущий Туго набитый цветоносами А перед домом самый первый участок Когда я уже несколько лет назад Высаживала гиацинты Первый год, второй год они цвели Тоже набитые были цветоносы Но в этом году очень редкое и скудное было цветение на том участке Поэтому буду гиацинты выкапывать Не все Вот этот участок у меня Цветение гиацинтов первый год Есть участок, где второй год цветения гиацинтов Но вот которым 4-5 лет То, конечно же, я буду их выкапывать И буду просушивать И осенью высаживать Но это я покажу обязательно отдельное видео с ним Перед вами мускари Мускари мне очень нравятся В этом году у меня новые сорта Но они еще не зацвели Покупала я белые То есть у меня есть голубые вот такие Есть махровые Далее есть синие с голубым То есть их несколько видов Разные оттенки Очень красивый цветок Особенно смотрится красиво в бордюрной посадке Вдоль дорожки С сиреневым, фиолетовым оттенком Тоже очень красиво смотрится Но, конечно, самые мои любимые Это махровые сорта Они туго набитые И, конечно, еще не такое большое количество у меня кустиков Но все же каждый год разрастаются Я думаю, со временем разрастутся И будет тоже красивая большая полянка Ну вот и все, друзья Что хотела вам рассказать и показать в сегодняшнем видео Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал По цветению тюльпанов будет отдельное видео Ну а вам желаю здоровья, удачи, мира, красивых цветущих цветов Чтобы украшали ваш сад И радовали вас и ваших близких Всем пока-пока До новых видео!